Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь, позвольте выразить благодарность организаторам данной междисциплинарной конференции, потому что мое глубокое убеждение, что все современные успехи в медицине именно идут на пике нескольких специальностей. Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на вопросе по возникновению боли в плече и именно боли послеоперационной. Конечно, вопрос, кто виноват риторически, но мы постараемся за время моего выступления в этом разобраться. Хотел бы отдельное спасибо сказать производителям эластомерных помп за помощь в поддержке данной лекции. Вообще, нам постоянно что-то угрожает из внешней среды, и наиболее ультрабезопасные варианты – это атомная энергетика, перелеты линейными рейсами, более регулируемые и серьезные проблемы – это чартерные перелеты, производство химических продуктов, вождение автомобиля. А самое опасное – это прыжки на тарзанке, альпинизм, и на верхушке этого айсберга стоит здравоохранение, потому что на сегодняшний день из 250 миллионов проводимых операций с использованием общей анестезии, у одного миллиона заканчиваются они летальным исходом, а все остальное – это проблемы, которые возникают в раннем послеоперационном периоде, с которыми вы, как специалисты различных направлений, также можете столкнуться. Сегодня только ленивый лектор не цитирует работу доктора Роджера 2000 года, что большинство из причин послеоперационных осложнений в современной хирургии напрямую связано с неадекватной терапией болевого синдрома в переоперационном периоде. И еще очень важный показатель, который сегодня все больше и больше набирает вес, и, безусловно, это удовлетворенность пациентов как интегральный показатель оценки анестезии. Из современных методов переоперационного обезболивания наиболее популярным в настоящее время служат варианты регионарных методов, которые, как в вариантах периферических блокад, используются при операциях на конечностях. И, безусловно, как сказал датский хирург доктор Келлет, ни один из известных методов общей анестезии в принципе не способен блокировать прохождение нотоцептивных импульсов. И всегда, когда подходишь к пациенту, задаешься вопросом, как его обезболить вот так адресно, или выполнить нейроаксиальную блокаду, или общую анестезию, которая отличается воздействием на когнитивные функции мозга и вообще на все системы организма. Безусловно, сегодня принят мультимодальный подход к переоперационному обезболиванию, и, как сказал доктор Келлет, регионарная анестезия на этапе трансмиссии полноценно способна блокировать нотоцептивную импульсацию, которая не поступает в центральные нейрональные структуры, тем самым не вызывая их синсетизацию. Но регионарная анестезия также представляет определенные проблемы, и, в первую очередь, надо бояться не регионарной анестезии, а тот, кто ее выполняет, или, по-другому можно сказать, насколько качественно он выполняет ее. Это известный шведский ученый доктор Селлинджер, который в 2008 году получил медаль Карла Кюллера за исследование проблем, связанных с регионарной анестезией. И вот работа в 2017 году выпущенная, показывает вот этот краеугольный камень всех проблем, связанных с регионарной анестезией, и в дальнейшем осложнений именно, которые носят нейропатический характер. Ну, я не хотел бы занимать место гистологическими фотографиями, но надо четко понимать, что введение местного анестетика при проведении регионарной анестезии именно вот в эти фасцикулы, которые вы видите на слайде, и приводит к нейропатическим осложнениям. Также к нейропатическим осложнениям способны приводить при проведении регионарной анестезии повреждения сосудов, соответственно, ишемия и апоптос нервной ткани. Сегодня очень вопросов, когда мы говорим о блокаде верхней конечности, однокамерный футляр или многокамерный акселярный футляр. Поэтому принято в большей степени не как на этом снимке однокамерной, а в большей степени принято мнение, что он образован, безусловно, паравертебральной фасцией и может содержать многокамерность. Поэтому, безусловно, при проведении регионарной анестезии используется многоинъекционная техника малыми дозами. Разнообразная топография стволов соответствует различной частоте неврологических осложнений. И посмотрите, межлещечная и наиболее популярная акселярная блокада при работе на верхней конечности в большей степени подвержена риску развития этих неврологических осложнений. И если их сравнивать с блокадами нейроаксиальными, то частота их бывает достаточно высокая. И в большей степени, конечно, мы болимся нейротемизиса, который говорит о полном разрыве эндоневрия, переневрия и отсутствия проводимости. Но хотел бы обратить ваше внимание, что при проведении периферических блокадок в 98% случаев эти повреждения носят обративный характер. Но, тем не менее, выпавшая работоспособность на определенный период времени, который иногда, по моему опыту, достигает в течение года, конечно, носит отрицательный характер для наших пациентов. Вот одна из интересных работ, сравнивающая осложнения при нейроаксиальных блокадах и при блокадах периферических, посмотрите, получается, что 3% при периферических блокадах, 4% при нейроаксиальных блокадах. Но еще раз повторю, эти 4%, как правило, заключаются в инвалидизации пациента на инвалидном кресле, а 3% блокад носят обратимый характер. Какие же возможны варианты интраоперационного повреждения периферических нейров, которые потом отзовутся в раннем послеоперационном периоде и в достаточно прошедшем времени после операции у пациента в виде болевого синдрома. Конечно, это механическое повреждение нерва. Как я уже говорил, это повреждение сосудов, возникающие из шимии, апоптос нервной ткани и химические осложнения, так как все местные анестетики, которыми выполняется блокада, а на сегодняшний день это группа амидных местных анестетиков, имеют нейротоксические свойства. Механическая компрессионная травма, посмотрите, это тот вариант, когда анестезиолог использует метод ноу-парастезия, ноу-анестезия, абсолютно неприемлемый на современном этапе. И вот поиск парастезии – это касание иглы с периферическим нервом, которое даже способно вызывать гистологические изменения, и в дальнейшем эти парастезии превращаются в нейропатические боли, потому что приводят к дегенерации аксонов. Пункция периферического нерва и очевидные интернервальные инъекции во время акселярной блокады не всегда приводят к неврологической травме. Еще раз повторю, если мы вводим фасцикулу, из которой состоит нервное волокно, то это точно будет повреждение за счет компрессии при давлении вводимого местного анестетика. Многое зависит от качества игл, которые мы используем, и сегодня абсолютно нет понимания того, какие используют лучше иглы, или 45 градусов заточки, или 15 градусов заточки, но абсолютно четкое есть понимание, что чем меньше диаметр иглы, тем меньше возможная травма. И лучше, безусловно, использовать иглы с ультразвуковыми насечками, потому что приказы, определяющие характер работы анестезиолога, безусловно, требуют необходимость ультразвуковой навигации при проведении периферических блокад. Повреждение сосудистой сети, как я уже говорил, ведет к локальной диффузной ишемии, и вот повреждение эпиневрального кровообращения, посмотрите, уменьшает кровоснабжение аж на 50 нервов. Однако, возможности организма абсолютно безграничны, и есть ряд работ, которые показывают, что даже прямое эндоневральное введение не способствует развитию нейроапаптоза. Как я уже говорил, все местные анестетики могут иметь миотоксические, нейротоксические и цитотоксические эффекты, и если брать группу амидных местных анестетиков, на этом слайде показано, что использовать хуже всего в связи с этим. В основном, наш любимый препарат – это левобупивокаин и ропивокаин, потому что они в меньшей степени приводят к фрагментации ДНК и разрушают мембранный потенциал в метанхондриях, что способствует, безусловно, расщеплению окислительного фосфолирирования и может привести к апоптозу клеток. Опять же, работая с местными анестетиками, необходимо помнить о их системной токсичности, и под рукой всегда должны быть жировые эмульсии, которые могут при появлении первых симптомов эту токсичность снять. Как я уже говорил, ультразвук способствует предупреждению внутрисосудистой инъекции местных анестетиков. Много вопросов сегодня посвящено адювантами, которые созданы для того, чтобы удлинить действия местных анестетиков. Если говорить про любимый всеми эпинефрин, то он может приводить к ишемизации, опять же, нервов за счёт спазма сосудов, и работать с ними надо аккуратно. Клонидин и бупринорфин – это препараты, которые сегодня редко используют анестезиологи, а вот Декс-Медит и Медин, Альфа-2А агонист, новый, он в первую очередь рассматривается на европейских сообществах как единственный адювант, так же, как и Декс-Метазон. Однако, работая с глюкокортикоидами, необходимо помнить, что при их микстировании с местным анестетиком для удлинения действия последних, они выпадают в осадок. Ну, разница показана на этом слайде, и повреждения, что самое интересное, периферических нервов могут проявляться как сразу, так и через несколько недель. Вот это самая, знаете, незаметная группа пациентов, когда они возвращаются к анестезиологу, он отправляет их к неврологу, потому что говорит, что его проблемы все уже давно закончились, а неврологи отправляют к анестезиологу. И оказывается, такой неохваченный пласт пациентов с послеоперационным болевым синдромом, а вы прекрасно знаете, что если он продолжается более трех месяцев, он перерастает в послеоперационный хронический болевой синдром. Много вопросов, когда используют регионарную анестезию под общей анестезией или в сознании. Большинство авторов сводится, что разницы здесь особой нет. Неврологические осложнения связаны с позиционированием пациента во время операции, и об этом надо четко помнить. То есть должна работать всегда комплексная бригада, как хирурги, так и анестезиологи. И каждый из участников этой бригады должен понимать, что творится по ту сторону этой ширмы, которую мы между собой называем гематоэнцефалический барьер. Посмотрите на слайд, пожалуйста. Артероскопия плечевого сустава. На руку еще вешаются гири. Отведенная голова в противоположную сторону будет способствовать тому, что головка плечевой кости будет передавливать сосудистый нервный пучок, что будет приводить к ишемии этого пучка и нейропатическим осложнениям в дальнейшем. Также необходимо смотреть еще за теми манжетами, которые, турникетами, которые используют хирурги, и не позволять им работать на них более полутора-двух часов. Причем легкая компрессия не является причиной травмы нерва. Необходимо знать, где устанавливаются артероскопы, так как при их установке легко можно повредить акселярный надлопаточный нерв, и с хирургами будет очень тяжело спорить в том, кто виноват в причине того, что повисла рука. Моя хорошая подруга Ирина Эванс, профессор из города Латвия, показала очень интересные данные. Посмотрите, что все неврологические осложнения, не все, безусловно, не все, но в 80% они вызваны хирургом, а 15% вызваны реально только анестезиологами, 5% из них вызваны турникетами. Интересны вопросы про переоперационные воспалительные нейропатии. Их частота невысокая, но она имеет место быть. Биопсия пораженных нервов демонстрирует лимфоцитарное опосредованное воспаление, а также откровенный микровоскулит. Поэтому про нейропатию надо задавать вопросы в анамнезе, и если она даже была когда-то после предыдущей приведенной региональной анестезии, лучше отказаться от этих методов, так как вновь выполненная даже на другом участке может спровоцировать данное осложнение. В отношении электрического импеданса, который используют при работе с нейростимуляторами, безусловно, надо знать, что увеличение его может указывать на случайный прокол нерва во время проведения периферических блокад и эндоневральное введение. Это к вопросу об ультразвуковой визуализации. Вы видите картинки этих детей, которых я недолго искал в Институте ортопедии имени Генриха Ивановича Турнера, и, безусловно, с такой аномалией анатомического развития ориентироваться на анатомические ориентиры не приходит. Если человек сложен красиво внешне, то все мы отличаемся как внешне, так и внутри. И, возможно, любые вариации анатомических сплетений, что также может привести к повреждению нерва, когда игла идет, без ожидания встретить его на своем пути. И вот из наших находок мы показываем, когда плечевое сплетение, например, располагается в передней лестничной мышце. Безусловно, надо выбирать 0,5 мА силу тока при работе с нейростимулятором, потому что снижение этой силы будет приводить к контакту иглы. А я уже показывал и еще раз подтверждаю гистологические данные о повреждении нерва при контакте с иглой. И, безусловно, человек, который стоит на том конце, тупом конце, доктор Винни недаром говорил, если у вас возникли проблемы с регионарной анестезией, то в первую очередь эти проблемы надо искать у того, кто стоит на тупом конце иглы. Надо убирать до 0,2 мА, и фасцикуляции должны исчезнуть. Тогда мы точно будем гарантированы от того, что невральная местная анестетика не попадет. К сожалению, вот этих вот клапанов, демонстрирующих на рисунке на сегодняшний день не зарегистрированной Российской Федерации, они также наших коллег за рубежом предупреждают о том, что эндоневрального введения не произошло. Ну и более современные уже, в основе которых лазер, приборы, определяющие нахождение нервного волокна. Но никто не заменит ультразвуковую навигацию. Все зависит, конечно, и от качества ультразвуковых портативных машин, ну а также от опыта их пользователя. И никогда не надо идти на нерв, лучше иглу направить рядом с нервом, чтобы, как вы видите на этом слайде, местный анестетик растекался вокруг нерва. И вот эта работа очень уважаемого человека в Европе, одного из основоположников ультразвуковой навигации при регионарных блокаде, доктор Лио, посмотрите, в 17% случаев, даже при использовании ультразвуковой навигации, у него возникали эндоневральные введения. Поэтому сегодня НИСОРА, это общество американских анестезиологов, рекомендует вот этот набор и клапан, и ультразвук, и нейростимулятор, для того, чтобы предотвратить различного варианта осложнения. Много вопросов идет о пациентах, которые идут на операцию на приеме антикоагулянтов. Но, как правило, анестезиологический мир ограничивает эти вопросы по выполнению нейроаксиальных блокад. Однако, последние рекомендации говорят о том, что использование антикоагулянтов должно иметь такие же ограничения и при введении блокад периферических. Хотя нет ни одной работы, показывающей и сообщающей о кровотечениях при проведении периферических блокад. Но, тем не менее, любое повреждение сосудом может привести к гематоме. И посмотрите, это седалищный нерв, где проходит артерия. Ее повреждения, опять же, приносят гистологическим изменениям, которые в дальнейшем могут отразиться на нейропатических болях. В 15% случаях, как показано на данном слайде. В отношении правил асептики и антисептики, безусловно, надо помнить, чему нас учили родители, чему нас учили в школе, и чтобы подобной картинке, особенно она знакома тем, у кого что-то часто не получается, не допускать ее возникновения. И, в принципе, вот все эти последние рекомендации приведены в данном произведении наших немецких коллег. Хотел бы обратить ваше внимание, что не все может ограничиваться только периферическими блокадами. Надо помнить о том, что на сегодняшний день существует крема, так называемый EFTECTIC MIXTURE LOCAL ANESTETIC, который аппликационным нанесением способствует разрыхлению кожного слоя и блокаду тех первичных эфирентов, в которых возникает потенциал действия и так называемая суммированная ноцицептивная импульсация при их повреждении. И сегодня все больше и больше статей об использовании этого крема перед разрезом хирурга. То же самое, что касается инфильтрационной анестезии. Но, как правило, то, что касается раны, выполняют ее хирурги. И мне сегодня было очень сложно объяснить хирургу, зачем ему выполнять инфильтрационную анестезию, если больной и так спит при проведении сочетанной анестезии. А так как я работаю в педиатрическом направлении, то у нас дети в 90% случаях не присутствуют на собственной операции, и хирурги, не выполняя инфильтрационную анестезию, безусловно, на мой взгляд, не хочу никого обидеть, забыли, как это делать. Очень много вопросов по послеоперационному обезболиванию. Сегодня, в конце прошлого года, утверждены клинические рекомендации по послеоперационному обезболиванию. И, обратите внимание, большой очень пласт обсуждений и рекомендаций по именно продленным периферическим блокадам, которые можно выполнять только, если есть желание специалиста, если есть определенные аксессуары, такие как катетеры, как нейростимулятор, ультразвук, помпы и местный анестетик, ну и также датчик давления. Мы используем помпы эластомерные, позволяющие точно дозировать переневрально местный анестетик с определенной скоростью, и плюс еще можно использовать участие пациента, как пациент-контролируемая анальгезия. Они настолько точны, что готовы использоваться в педиатрической практике. Когда мы это делаем? Ну вот, операция, на которой я стоял, правда, уже достаточно давно. Девочка болела онкологическим повреждением плечевой кости. Одномоментно у нее удаляли эту кость, устанавливают туда малый берц на сосудистой ножке. Без наркотических анальгетиков прошел ребенок, без проблем с нейропатической болью и, безусловно, хронизации послеоперационной боли с использованием продленной периферической блокады. Это детишки, которым блокаду мы используем сразу же, в тот же день после операции по поводу посттравматической контрактуры локтевого сустава. Во-первых, на операции они не получают наркотических анальгетиков, которые несут за собой большое количество осложнений. А во-вторых, врачи-физиотерапевты начинают разработку этого сустава вечером, в послеоперационном периоде, потому что за счет переневрального введения местных анестетиков мы абсолютно четко получаем миоплегические и анальгетические компоненты. Очень много детей, рожденных с диагнозом артрогриппоз, у которых, опять же, страдают различные суставы. И вот вы видите продленные периферические блокады, позволяющие обезболить при разработке этих суставов. И здесь, когда я показываю этот слайд из своей докторской диссертации, у меня вырастают крылья, потому что, посмотрите, своими методами мы можем опосредованно воздействовать на качество хирургического вмешательства. Там, где использовались продленные регионарные методики и разработка, без боли не возникло хронического болевого синдрома и радиус углов, которые мы получили на выходе, был значительно выше, нежели в группе, где регионарные методы не использовались. Ну и, безусловно, сократилась длительность стационарной реабилитации. Но много вопросов по фиксации катетера. Безусловно, это надо делать все правильно, для того, чтобы, вот я как показываю на данном слайде, их можно использовать в амбулаторных условиях, не торчало никаких лишних элементов, как это показано на слайде слева, иначе все ваши труды будут безуспешными. Ну и помните о возможностях миграции катетера при неправильной его фиксации. В данном случае нас пугают всегда этим слайдом эта работа, если мне не изменяет память, 2012 года, когда мигрировал кончик катетера, ушел субархноидально, и пациент погиб за счет высокого спинального блока. Об этом необходимо тоже помнить. Поэтому, в конце своей лекции я хотел бы всех поблагодарить за внимание, я готов ответить на ваши вопросы, и еще сказать о том, что за операционным столом должна работать единая команда с пониманием, кто что в этой команде делает. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok